7 октября началась эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014». Самая длинная национальная эстафета в истории игр. Преодолевая в среднем 535 километров в день, Олимпийский огонь пройдет через 2900 городов и сел. Олимпийская эстафета свяжет все 83 региона России. А в Видном в минувшую субботу был дан старт еще одной эстафете. Эстафете поколений «Россия вперед!». Около спортивный праздник, который был приурочен к дате 100 дней до начала 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи, собрал много участников и зрителей. В рамках торжественного мероприятия была высажена Олимпийская аллея и состоялся праздничный концерт. До первой в истории нашей страны зимней Олимпиады осталось менее 100 дней. Видновчане, жители района, в минувшую субботу собрались на площадке около Дворца спорта «Видное», чтобы поддержать российскую олимпийскую сборную. Я очень довольна, что у нас будет в России Олимпиада. Это знаменательное событие не только для нашей страны, но и для всего мира в принципе. Все гордятся тем, что на территории нашей России будет проходить Олимпиада 14. Будем болеть, будем смотреть. Мы желаем победы, побольше золотых медалей. Если эти мероприятия будут проходить в каждом городе, то мы обязательно победим. Старт движению в поддержку российских спортсменов на 22-х Всемирных играх был дан на Олимпийской улице. На старт, внимание, марш! Участниками эстафеты поколений России вперед стали начинающие спортсмены, мастера спорта, заслуженные и известные люди. Ветераны спортивного движения всего 21 человек. Это большая честь и я желаю всем спортсменам удачи, чтобы были все медали в России. Мне очень приятно, что я попала, приняла эстафету. Я очень рада. Желаю всем участникам нашей России победить в Сочи во всех соревнованиях. В рамках мероприятия была заложена еще одна аллея. Участниками праздника, жителями района, депутатами и представителями администрации возле Дворца спорта «Видное» было высажено 100 молодых саженцев. Правильно, что вместе теперь с Олимпийской улицей у нас появится Олимпийская аллея. Появится рядом с Тимуховским парком, рядом со Дворцом спорта. Затем чемпионка Олимпийских игр, многократная победительница чемпионатов мира и СССР Галина Горохова торжественно вручила главе Ленинского района Олимпийский факел Сочи-2014, который символизирует негаснущее перо жар птицы. Сергей Кошман водрузил символ всемирных игр на пьедестал, установленный в фойе Дворца спорта. Завершилось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие детские художественные коллективы и известные артисты эстрады.